Добрый день, зрители блога Романа Павловского. Сегодня я представляю Алексея Хитрова. Это мой коллега, бизнес-тренер. Он приехал специально в Тулу, чтобы провести здесь тренинг замечательный, на который я вас приглашаю. Но сейчас не об этом, а сейчас о другом. Расскажи, пожалуйста, Алексей, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься и чем ты вообще сейчас занимаешься, потому что многим непонятно. Это я теперь знаю, что ты занимаешься, а другие не знают. Но на самом деле я в свое время осознал одну простую вещь, что если мы работаем на работе, то мы ни к чему не приходим. То есть мы в любом случае будем обречены тратить свое время и менять его на деньги. А работа, о чем ты говоришь? Работа это вот, ну скажем так, работа на дядю. Условно говоря, если человек вот ходит на работу, каждое утро ему платят некую зарплату, то он обречен. Почему он обречен? Ну если это мужчина, возьмем мужчину. То есть пенсия у мужчин во сколько? В 60, да? А средний возраст, скажем так, жизни в России у мужчин какой? 57 с кайпейками. Понятно, да? То есть по факту человек обречен работать до конца жизни за небольшие совершенно деньги, в общем-то которых не хватит на его мечту. И вот если обратиться к зрителям блога, то можно задать им тоже вопрос, да? Друзья, вот тех денег, которые вы зарабатываете, вам их реально хватает на ту машину, которую вы хотите? А вам их реально хватает, чтобы вы жили в той квартире или в том доме, в который вы хотите? Ну нет. Нет, если честно, посмотреть на жизнь, то очевидно нет. Вы можете на эти деньги помочь своим родителям, купить им дом или купить папе машину или еще что-то? Да не можете. Понимаете, нет такой возможности. Я правильно... свой бизнес, но с ним тоже возникает масса проблем. Да, вот я хотел об этом поговорить. Если говорить о бизнесе, мы говорим о том бизнесе, который, так называем, малый, там продавцы палаток, рынков, которые сейчас закрывают. Ты об этом говоришь? Я говорю о любом сначала бизнесе, да? Но если взять ситуацию, которая сейчас вот у нас получается в России, то получается, что действительно сейчас мелкий бизнес он схлопывает, потому что глобализация... Да, то человеку тяжело же открыть вот этот крупный бизнес там... Конечно, это невозможно. Практически нереально. Практически невозможно, потому что нужны административные ресурсы, другие ресурсы. Опять, еще раз глобализация, она повсеместные. Допустим, приходят крупные торговые сети, да, вот, продуктовые, допустим, магазин много-много-много. Или торговая сеть вот, я, допустим, еще бизнес-консультант же, то есть я помогаю людям развивать магазины. примеру я помогал развивать магазинчик одежды мы все поставили простроили на набор базы клиентов сбор контактов акции там сделали но пришел допустим магазинчик другой сетевой магазин назовем вот так одежды и у него цена он закупает по тем по так по таким копеечным цен объема большие объемы огромные все это все и сразу оборот три раза по факту пришлось хозяйке это магазинчик его продать ну а если производство я конечно знаю что творится у нас производство мы просто мне интересно твое мнение если за производством она была всегда раньше прибыльно производство на настоящий момент как бы но это опять же кроме что если рассмотреть то производство что получается у нас в россии допустим в индии производить гораздо лучше в россии вы где ты натянул не знаю палатку поставил вот тебе завода если ты здесь поставишь палатку и и отапливать должен ты должен строить фундамент строить стены у тебя на энергоресурсовая расходы огромные так то есть это практически нереально сейчас сделать нормальный свой образ понятно где выход тогда выход присоединиться какому-нибудь глобальному бизнесу желательно международному диверсифицированному по разным странам и постараться в нем получить долю вот именно такой вариант я для себя и преимущества там есть то есть тех недостатков которые есть других бизнесе мы говорили об этом преимущество следующее дело в том что ты делаешь свою часть работы просто что ты умеешь делать по факту в основном такие компании не оставляют на тебя именно продвижение на рынок своего бренда своей компании то есть его продвигаешь за это получаешь долю в этой компании долю в товарообороте долю во всех этих вещах ты не занимаешься вопросами безопасности компании вопросами там производства товаров вопросами финансирования компании поиска инвестиций и многих других вещей но у тебя есть доля бизнесе и это очень сильный шанс это новая модель которая сейчас пришла совершенно по-новому сделанная перестроенная и я думаю очень многие люди найдут для себя в этом большие шансы я я понял о чем ты говоришь просто я сейчас мне кажется понимаю чем ты говоришь мне кажется подобные компании уже существует на рынке россии я не буду называть название чем отличается то что ты предлагаешь от того что есть ну давай 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 так скорректируем не то чтобы я предлагаю ну понятно да есть международная корпорация она пришла в россию на самом деле мы просто не сейчас все немножко добавлю нам нельзя называть название но да поэтому так говорим вроде бы ни о чем но кто понимает тот поймет о чем говорим о связи с романом он даже конкретный я сам после передачи спрошу даже такое имена и пароли и все остальное да отличается тем что в любую любой бизнес вообще в принципе любой бизнес его нужно начинать самом начале как только он появился вот пластиковые окна сейчас стоят вот даже все нас смотрят то есть начисто глянуться на свое окно скорее всего это пвх окно белое пластиковое некоторое время назад лет 12 назад ни у кого их не было вот этот то начиная кто вовремя сообразил то во время как люди соображают они же не сами придумали пвх окна толковые люди они как думаю они едут в европу смотрят что там есть что там на подъезд что там востребовано и чего нет у нас россии потом это просто сюда привозят сейчас же везде где него естественно но я себе брации и там вот эти данного нас и что мы увидели там растет везем сюда да не то есть это тоже оттуда же то естественно да это все как бы запад идет впереди нас там лет на 15 на 20 по экономическим разным бизнес показательно бизнес развитием и что человек в итоге получает помимо того что он может там и себя реализовать убрать некоторые ненужные вещи которые есть бизнесе что он получает не сейчас или и сейчас и долгосрочно ну во первых он получает свободу потому что доля в бизнес зачем собственных делает бизнес чтобы стать свободным по факту не то чтобы просто получить большую кучу денег да но чтобы уметь их потратить то что если есть ли работать на зарплате в топ какой-то топ-топ-топ-топ директор допустим да но он нанятой компании и он вынужден находиться на работе зачастую зачастую он находится на работе там до 10 вечера и так далее может семью свою не видеть и дети приходят домой дети уже спят понимаешь а если ты долю в бизнесе имеешь ты все-таки свободен то есть бизнес работает но от этого зависит твой заработок бизнес продолжает работать работать да ты можешь уехать куда-нибудь на низком месте вы как-то еще но деньги тебе продолжать типа что ты а вот такой момент опять же если говорить о топе он ну заболел допустим получит болезнь или там что-то с ним случилось и дай бог в этом бизнесе как ну ты смотри если он заболел на один месяц он получит больницы больничной если он заболел на 2 на дарит да надо было что с ним произойдет через три месяца уже не он не топ и как собой уже не нужно нашли другого топ логично да ему обосную что здесь своему есть не нужно а здесь тебя бизнес продолжает работать если собственник бизнеса в котором есть топ заболел на год ничего страшного топ-то продолжает работать все равно да понимаешь бизнес продолжать работать то же самое самое момент иметь долю в бизнесе достаточно сильный момент а когда человек но вдруг по каким-то причинам не хочет так активно работать что тогда происходит зависит существуют структуры которых бизнес построить системы которые в нем построены механизм бизнеса огромен он не останавливается то есть независим это независимо работать да 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 при выходе на определенный уровень и ты становишься но тебя есть доля в бизнес доля именно ты как бы совладелец немножечко зале то все ты как бы может принципе отдыхать все зависит от уровня твоего дохода ты можешь зарабатывать 100 тысяч 200 тысяч допустим допустим получать бизнеса куда-то уехать они тебе будут продолжать приходить эти деньги ну я думаю в связи с тем что узкий формат передачи мы не можем говорить дальше об этом в форуме в подписи передачи вы можете задавать вопросы и на них мы ответим благодарю алексей тебя за сформа друзья остановитесь вас свободными и я считаю что достойно гораздо больше в жизни чем просто прозябать все добро